Всем доброе-доброе утро! Барнюшка хлюпает, он пьет водичку, он только что покушал. Хлюп-хлюп-хлюп. Вот он, мальчик, грамм наш. Давно не снимала его. Барнюш, ты где? Скажи, вчера целый день дома один был, да? Ну, иди сюда, иди сюда. Один целый день. Мы уезжали, Паша приезжал. Вчера тоже был выходной у нас в Германии. Не знаю, на каждой земле, не на каждой. В общем, ну, был выходной, да? Как бы, можно сказать, не родительский день, но на кладбище люди ездили, да? Вот у кого родственники. Ну, и вообще, ой, да что такое, да что такое? Ну, и вообще так, вы знаете, как кто-то говорил, что Хэллоуин был. Ну, мы не отмечаем Хэллоуин. Это не наш праздник. И я считаю, что это какой-то дьявольский праздник. Это, как сказать, в Бога верю, а буду я его справлять? Нет, я его не справляла. Смотрю, на холодильнике какое-то пятно чем-то заляпано. Ну, это от барнюшечки. Он там все кушает, мордочкой своей заляпал. Вот так вот ходит. Надо будет протереть. И вообще мне надо уборку генеральную прям делать. Так, надо окна помыть на этой неделе. Убраться наверху в спальне там. У меня там спальня. Кто-то спрашивал, что у меня там наверху. У меня там, ребята, спальня. Бат большой, хороший такой. Ну, спальня большая тоже. В общем, с кофеечком, с добрым утром. Да, мы только с прогулочки пришли, с барнюшечкой погуляли так хорошо. Вот. И всех с кофеечком. Да, вчера мы так погуляли классно с Пашей. Погуляли. Он так находился. Я говорю, тебе полезно. Ходи. Он соглашается, что говорит, да, да, да. Все, ребятки, все. У него сейчас ногами получше. Не то, что получше, но хорошо. Конечно, на курорте, да. Ну, вчера приехали, походили. Он говорит, ой, я так устал. И уже поздно поехал туда. Надо было к ужину. Он не стал, не поехал к ужину. Мы заезжали, покушали. Такое, знаете, не вредное. Не вредное. Нормальную еду поели. Там мы на Ферте не стали кушать ничего. Потому что мы посмотрели. Там такое, знаете, все. Жарят в этих, в общих котлах. Такое. Это мясо. И всякое такое. Думаю, нам это нельзя. И капуста это как. И всякие эти шпецли. Он говорит, я это не хочу. И мы, в общем, уехали в другое место. Там покушали. Посидели немножко. Особенно мы там ничего не купили. Но кое-что купили. Я себе красивое кольцо купила. Вот такое покажу вам потом. С натуральным камнем. И купили такие вот намазки на хлеб. Они такие сыпучие. Их надо разводить в сметанке или в сливках. И потом на хлебушек намазываешь. И очень вкусно получается. Одна разбавляется, по-моему, водичка. Немножко водички. Немножко сливок. Или сметану можно. Ну, покажу вам, да. И одна уже готовая в баночке. Такое манго. Там тоже она немножко остренькая. Но она вкусная. Это я себе взяла, не Паше. Хотя мне тоже это нельзя. Но я взяла. Вот. Потом что еще купили? Купили такую колбаску с салями французскую. Такая она вкусная. Три таких вот. Купили таких вот палочки, да. Небольших. Вкусная, да. Заказали вино. Заказали вино. Хотя Паше нельзя. Но он все равно, говорит. Немножко можно на Вайнах, на Рождество. Ну, я имею в виду на Новый год. Хорошего вина заказали. Четыре сорта, по-моему. Четыре, да. Там идут. Так как лот идет. По шесть бутылок в коробке. В общем, если ты берешь три упаковки, то четвертая тебе бесплатно. Она как бы не бесплатна. За одно евро бутылка. И выбираешь, какую хочешь. Бутылка по 16 евро. Но не дешево. Ойра. То есть, извините, что я так говорю. То ойра, то евро. Потому что, ну, вот так вот путаюсь. По 16. Одну взяли, одна по 15, по-моему, бутылка. В общем, взяли. У нас получилось на 250 евро. Но только заплатить нам в феврале. В феврале счет придет. А вино придет раньше. Может, где-то через недельки две. В общем, вот столько мы заказали. Такие вот, ребят, дела. Ну, хочется хорошего вина. Знаете, булды магу всякую мы не пьем. Ну, я считаю, что он, мои кошки, я их выпустила гулять, выглядывают в окно. Я считаю, что если пить вино, то открыть бутылочку хорошего вина. И потом нас еще угостили бутылочкой виной. Бутылочкой вина. Господи. Бутылочкой вина очень хорошего. И мы вчера домой тоже уже приехали с Пашей. Паша говорит, ну, давай открой, говорит, немножко. Я говорю, тебе нельзя. Он говорит, ну, глоточек. И, короче, мы его немножечко. Да, ну, я, конечно, побольше, Паша, поменьше. Тоже было хорошее вино, такое вайс белое, такое вкусное. Прям вкусное-вкусное. И так получилось. Мне показалось, что оно какое-то мускатное, что немножко. Но мы мускатное заказали. Сейчас не вспомню даже, как называется. Одна в такой, в синей бутылке, в такой голубой. Красивая такая бутылка. Паша говорит, мы уже заказывали. Знаете, мы каждый год туда ездим, да. Она раз в год бывает, вот, в ноябре, как раз, вот, конец октября, начало ноября. И мы всегда что-нибудь там такое заказываем, покупаем. Но вино всегда. Потому что, ну, хотя у нас и другое там стоит вино, да. Такое мы с магазина покупаем. Ну, это хорошее вино для себя, знаете, так. Выпить иногда хочется хорошего бокальчик вина. Вот, попробовала там виски. Ну, виски что-то мне не понравилось. Бутылка 50 евро стоит. Но она как самогонка, знаете, вкусная. Думаю, блин, 50 евро. Ойра, то есть, и как самогонка. Такое, знаете, не очень. Думаю, там бренди еще дали попробовать. Тоже было неплохое, но тоже очень дорогое. Мы решили не брать. Если мы захотим, мы в магазине пойдем купим. Оно тоже, его тоже можно купить в магазине, знаете. Ну, конечно, цена не такая, да, как здесь. Тут, если берешь, допустим, не одну бутылку, да, тебе тогда одна бутылка или бесплатная идет, или цены очень хорошие, да. Они потом скидку делают. И сразу платить не надо. Это через два месяца только. Ну, это, конечно, устраивает так. И ты там пробуешь, тебе там наливают, ты одно вино попробовал, тебе понравилось, другое понравилось. В общем, что понравилось, ты потом заказываешь. Но они тебе не жалея наливают, пробивают. Ты можешь даже полбутылки вина выпить. И одного, и второго, и третьего. Тебе никто ничего не скажет. И даже если ты не закажешь, тебе тоже никто ничего не скажет. Ну, как-то неудобно, знаете, напробоваться и уйти, а потом ничего не заказать. Это как-то не по-людски, мне кажется, и бессовестно. Лучше заказать, да. Мы же не просто пришли попить, да, посидеть там, выпить на халяву, да, вина, а именно что заказать. Вот, так что мы заказали. Я довольная. Хорошее вино будем пить. И Пашечке можно тоже немножко. Я считаю, что немножко можно, знаете, не без этого. Даже вот раковым больным советуют немножко красного вина. Но мы хорошее вино заказали, как бы именно вот с такого винограда. Я говорю, тоже сама не всегда могу любое вино пить, да. Но нам дали, ну, мы такое вино заказали, где там вот эти зойры, их очень мало. Что этот виноград, это всякие добавки или что там, я не понимаю. Вот, виноград, вот, его собирают тогда, когда его ударит уже морозом. Он уже такой, знаете, в общем, хороших сортов. И тогда вот с него делают это вино. И вино это очень, ну, как бы дорогое, да, не дешевое. Вот, вина же разные бывают. Но мы считаем, что уже с 7 евро уже вино хорошее. До 7 вино так себе, знаете. Ну, вот, не всегда, говорю, мы пьем так часто. Ну, иногда, вот я вчера выпила. Обычно у меня от вина, вот, допустим, какой-нибудь пью, да. У меня изжога потом, у меня желудок давит. У меня тяжесть в желудке. А вчера, хоть бы что, вот мне было нормально, да. Хотя я и, считаете, знаете, каждый, из каждой бутылки, наверное, точно по бокалу выпила. И такая уже была хорошенькая-хорошенькая. И еще и бренди, еще и виски попробовала, налили мне, да. Вот, так что это. Женщина такая нас приятная обслуживала. Говорит, я уже на пенсии, такая уже, уже на глубокой пенсии. Ну, говорит, подрабатываем мы здесь. Ну, разбирается очень хорошо. Она говорит, я уже давно этим занимаюсь. Так что вот так, ребятки. Она болтала, она говорила вам. Сегодня сниму вам еще платочки, покажу, Павла Посадский. То, что я хотела бы, да, продать. Свои платочки, да. Вот. Котяток покажу еще. Ему же сегодня три дня, по-моему, три дня. Нет, четыре дня уже, как они родились. Да, они 29-го родились. Да, 29-е, 30-е, 31-е. Первое. О, сегодня второе. Два, 30-го они родились. Да, не 29-го, 30-го. Перепутала. Три дня им, да. Сниму, покажу, какие они уже у нас подрастают. Такие красивые. Мальчишка вообще супер, просто супер. Ну, такой, знаете, такой цвет. Вот, необыкновенный. У нас такого еще не было. Это первый раз, да. Вот такой вот темненький родился шоколадом. Вот, как такой, знаете, горький шоколад, можно сказать. Такой красивый. У нас обычно два, это белый котенок рождается, даже два. Но этот раз вот так. Ну, и не обязательно. Каждый раз разные. Я, например, довольная вот этим цветом, фарбой. Вот то, что у нас родились. Очень замечательный, красивый. Рыжина у некоторых такой, такая красивая. Морды, морды такие красивые. Вообще, я думаю, что эти котятки, как сказать, пожелают этих котяток многие люди. Они очень красивые, да. Вот и девчонки. Четыре девчонки, один пацан. В общем, здорово, да. Парнюша где-то убежал. Я сейчас пью кофе, я пойду кошек кормить. Покормлю, потом сделаю вам видео с платками. Ну и займусь сегодня чем. Я окна хотела помыть. Может ли сегодня, завтра цветы мне надо полить. Вот, окна хотела помыть. Думаю, буду окна мыть и цветы пролью все. У меня он, декабристик, расцветает. Дал такие прям цветы уже пошли, красивые. Вот, у меня два раза в год цветет. Молодец такой. Очень солнечное. Так, классно, тепло. Буду сегодня окна мыть. Достала специально вот для окон. Потому что окна заляпаны. Надо и с той стороны кошки все заляпали окна. Лапами, мордочкой своей тыкаются. Моя маечка лежит. Наверное, аптечка начинается, шуркается. Ну, видите, что делает. Вон она, красавица. А Барсик где? Ой, на улице немножко ветерок, но солнечно и тепло. И хорошо. Просто прелесть погодка. Майка? А, Майк? Май! Не слышит. Хотя у меня окно открытое. Вон она, девочка. Вот она. Все, пошла. Что мы вчера купили? Купили вот такие соусы. Они разводятся со сметаной, со сливками можно. Вот это вот с водичкой разводится, с кипяченой. Тут уже все-все есть. Не надо ничего добавлять. Все есть. Вот такой соус гриле. Да, он очень вкусный. Очень вкусный. Ну, чуть-чуть островатенький. Ну, ничего. Вот такой вот. Вот такой тоже краутер. Тоже очень вкусный. Тоже как соус. Соус идет. Даже не соус, это помазушка на хлеб. Очень тоже вкусно. Мы вчера там напробовались. Это вкуснятина такая. Вот это тоже помазушка на хлеб. Тоже она со сливками или со сметаной. Здесь сколько? По 100 грамм. По 100 грамм. Оно очень вкусно. Тут все уже добавлено. Ничего не надо насыпать, разводишь. И вот это тоже посыпушка. Тоже со сметаной или со сливками. Тоже все есть. И вот такая тоже манго. Тоже это как соус тоже идет. Видите, тут такое очень вкусно, ребята. Очень мне так он понравился. Можно выписать. Я взяла их в нею визитку. Если мне дальше, ну, как понравится, я буду выписывать. Конечно, не дешево все это стоит. Вот эта штучка стоит 5 евро почти, что по-моему. Или даже с лишним. Ну, не буду говорить. Точно не знаю. И вот такая вот баночка. Тоже это манго. Уже готовый такой, как горчица с манго. Очень вкусная. Очень вот эта горчичка с нахлебушек. Это просто прелесть. Отдали вот за это все вместе. Это одна фирма. Как же, сколько же. Что-то 20... 26 или 27 евро. В общем, вот это все. Ну, это надолго хватит. Но, правда, будешь как кушать, да? Ну, вкуснятина, я вам скажу. Вкуснятина. Я в Текима, кстати, видела, да? Наподобие вот такого, да? Даже можно дешевле купить. Но фирма другая. Вот итальянская тоже. Я не знаю, что... Чье это? Это тоже, по-моему, итальянская. Или не? Не такая фирма. Она написана. Ульм производится. Ульми, видите? Телефон даже стоит. Можно позвонить, заказать. Без проблем. Даже наш этот... Недалеко от нас. Не наша, а недалеко от нас. И вот тут состав написано. Мне нравится, что здесь куркума есть. Очень состав хороший. Вот здесь тоже, вот видите? Они все разные. Такие вкусные, я вам скажу. Это что-то. Это что-то. Очень вкусно. Мы их раньше покупали как-то. Но потом что-то я бросила покупать. Видите, они разные. Это краутер с травками разными. Вот это манго-сос. Очень вкусный. Честно вам скажу. Вон, кто в Германии живет, вот телефон. Тут прям стоит. Смотрите, можете позвонить, заказать. У меня визиточка есть. Вот и вот это тоже. 170 грамм здесь. Это французская, что ли? Или он что-то написано? Или это что-то я тут не то читаю? Вот. Да нет, тоже Германия. Вообще написано Леон. Может быть даже французская. Не знаю. Ну, у одного поставщика мы купили. Вот. Вот это вот. Вкуснятина. Не поставщик, а продавец. У одного продавца, да. Что, Барсик? Что? Что такое? Что такое? На улице так хорошо гуляйте. Мне надо посудомойку сейчас все сложить. Посуда там стоит. После вчерашнего еще не убрали. В общем, надо заняться хозяйством. Что-то я все запустила. Вот такую вот мы взяли колбаску. Это французская колбаска. Такая вот. Салфеточки я ее завернула. Она была в мешочке. Так лучше. Вот это вот, видите, фирма вот такая. Это Франция. Из Франции. Там разные продавцы были. Видите, вот эта колбаска. Вот это томатная колбаска с томатом. Видите, кто даже томат нарисовал. Очень вкусная. Мы вчера еще вечером немножечко приехали, покушали. Вот это тоже с какими-то там это. Но я вам сказать не могу, с чем она. Вот такая вот. Ой, такая вкуснятина. Вы не поверите. И вот это. Ну, я показала уже, да, вам. Какая-то с перцем, по-моему. Здесь перец, еще что-то. Ну, вкусно. Это как салями такая. Ну, вкуснятина. Вкуснячая. Это вообще. Это что-то. Вот. И тоже вот. Ну, она вот так вот где-то была. А мы с Пашей вчера вот так вот порезали, поели. Вот с удовольствием. Знаете, иногда хочется вот такое. Хочется. Вот. Так что вот за это мы где-то отдали. Так. Где-то 20 евро он дал. А сдачу получил. Что-то 3 евро, что ли. 17 евро, по-моему. Вот это вот. Ну, они были вот такие вот так вот. Так вот. Такие колбаски. Вкуснятина, девчонки. Вкуснятина. В общем, эта аферта будет до 6-го. Если кто-то хочет идти. Не пожалеете. Вход, конечно, дороговатый. Сейчас так цены поднялись. Но это, Паша, дорого. Ну, 10 евро вход. Стоянка машины 10 тоже. Вот мы за двоих отдали 30. Что-то 2 или 31 евро. Ойра. То есть. Вот. Так вот как-то. А здесь у меня сушатся эти гранатовые корочки. Потому что, ну, еще не засохли. В общем, вот так. Вот такое кольцо я купила. Посмотрите. Какое оно красивое. Камень такой шаг. Такой вот камень. Называется лабрадор. Посмотрите, какой он красивый. Прелесть, да? Под ногти даже подходит. Паша говорит. Если сделаешь ногти, вот такой цвет, да? У меня лак есть. И будет вообще супер. Это девочки серебро. 925-я проба. Вот здесь вот написано. Здесь вот есть проба стоит. Купила я его недорого. Хорошая цена. Не буду говорить сколько, но хорошая цена. Вот так вот он играет, когда его переворачиваешь. Особенно на солнышке, да? Просто прелесть. Посмотрите, какие огни. Мне, конечно, не очень видно, да? Ну, красивый. Девочки, красивое кольцо. Шикарное просто. Вот на этот палец. Можно на этот. Можно на этот. Но мне вот на этот больше нравится. Посмотрите, какой крыло. Ой, еще. Как-то тень падает, да? Не очень-то. Вот отливы какие у него красивые переливы. Какое. Играет прям. Такой синий, салатовый. Выходит золото немножко. Ну, смотря, как ты его повернешь, да? Допустим. Видите? Разные эти. Как глазик какой-то. Красиво. Очень красиво. Шикарное просто. Я потом еще хотела бы серьги себе такие купить. В общем, такая лодочка. Или когда? Лодочка, можно сказать. Не капля лодочка. И такое, знаете, классическое. Красивое. Играет, играет. 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 Продолжение следует...